Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я сам знаю, что у меня порой звук говно, но у меня просто нет хорошего микрофона. Будет возможность, сразу купим, а если кто-то из вас хочет помочь, да Насте скидывайте на кошельки, примем любую помощь и будем рады и обязательно купим хорошие микрофоны. Итак, готовьте чай, кофе или что-нибудь покрепче, я начинаю. Вот знаете, если честно, я думал, что больше никогда не затрону тему Юлии Самойловой. Период Евровидения, вот она одолела прям меня, ей-богу. Но нет, пришлось, блять, еще вот затронуть. Так как наша Юлечка на всю страну в своих мемуарах рассказала о своем первом сексе. Я сейчас расплачусь. Пиздец, что за трэш? Зачем? Такое ощущение сложилось, что как певица ей прославиться, ну вообще не удалось. Но вы помните ее последнее выступление уже после Евровидения, где у нее просто тупо фанера отрубилась, и она сделала такое лицо, что мне аж стало страшно за собравшихся окружающих. Вот посмотрите, кстати. Короче, она решила попробовать писать мемуары. И, кстати, книгу-то мемуары эти оформила в стиле Евровидения. И даже шрифтом Самойлова написано как бы отдаленно напоминающее Евровидение. Короче, она решила написать эту книгу и рассказать про все, про ее жизнь, а в частности про первый секс. Хуйня какая-то. Я вообще не любитель мемуаров, если честно, не понимаю, кому это может быть интересно. Если только каким-нибудь домохозяйкам или тем, кто купит эту брошюрку только для того, чтобы почитать, как Юля Самойлова сексом занималась. Бррр, даже в голове представить не могу и не хочу. Мне кажется, для того, чтобы написать немного скандальные мемуары, как сама Юля призналась, нужно преследовать какую-то цель. Какая была цель у Самойловой, для меня, если честно, не ясна. Конечно, мне кажется, что многое из этой книги просто преувеличено. Например, жизнь Юли круто изменилась, по ее словам, после того, как она открыла для себя интернет и систему мгновенного обмена сообщениями. И как написано в книге с ее слов, после этого в ее жизни появилось очень много мужиков. Она просто была в ужасе. Чего? У меня сразу сложилось впечатление, что там, в сети, Юля Самойлова прям была на расхват у мужиков. Эммм. А что думаете вы? Было это или это просто преувеличение и больная фантазия нашей евровизионной звезды? Напишите в комментарии. Но наша королева почти ни с кем из тех людей просто не увиделась. Но ей понравилось, что у нее наконец-то появилась возможность общаться с разными парнями. Ух ты, наша чертовочка. Я писала всем подряд, говорит Самойлова. Знакомилась и общалась. Никто при этом не видел моего лица, не слышал моего голоса и просто не знал, что я не хожу. Короче, как принято сейчас говорить, Юля Самойлова была обычным интернет фейком. С чужими фотками или вообще без них. Для чего? Непонятно. И вот мы доходим до главного. Первый секс. Да ладно. Но судя по мемуарам, никакой романтики-то и не было. Встретились, перепихнулись, разбежались. Кстати, первым мужчином Юли стал парень по имени Андрей. Он был моложе ее, и они познакомились в сети. Причем, по словам самой Самойлови, никакой романтики и не было. Ухажер не нравился отцу Юли. Блять, отец еще и ухажеров выбирал. Гениально. А сама Юля не нравилась его матери. Блин, ну понятно, почему она не нравилась его матери. Вы-то поняли почему? Потому что мы в России живем, и у нас к инвалидам почему-то как-то по-другому относятся. Хотя я к инвалидам отношусь так же, как к обычным людям. Короче, не суть. Тем не менее, влюбленные много проводили времени вместе. Эм, эм, что-то мне подсказывает, что там влюбленностью-то и не пахло. А в книге написано это так, для красного словца. Ну, типа красивая, романтичная и бла-бла-бла. Самойлова точно решила для себя, кто будет ее первым мальчиком. Поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решили повзрослеть. Именно так свой первый секс назвала Юля. Вряд ли кто-то из вас может этим похваститься. И я не могу. Решили повзрослеть, блядь. Ангелочки. Я что-то очень сложно могу себе представить эту картину, как ангелочек Юля. А она уже на тот момент была с ограниченными возможностями. И ангелочек Андрей повзрослели, лежа на кровати. Ну или где они там еще лежали. Господи, мое бурное воображение начинает просто бурлить в In My Head. Но дальше был вообще просто трэш. Но уже лежа в кровати, Андрей, блядь, просто огорошил Юлю тем, что ему нравится вообще другая девушка. Как такое возможно? Это или реальная сказка, которую и так любит Юля Самойлова. Или она реально тронулась умом, писав такое. Короче, в результате Андрей сделал выбор в пользу этой другой девушки. И что делает наша разбивательница мужских сердец? Правильно. Она активно стала общаться с его другом. То есть другом Андреем. Которого звали Кирилл. Пиздец, Санта-Барбара. Блядь, ну бред какой-то, ёб... А более того, Юля Самойлова отбила Кирилла у его бывшей девушки Насти. Что? Блядь, вы серьезно? Да Самойлова оказывается еще та чертовка. Несмотря на свою болезнь, крутила мужиками как хотела. А эти все мужики прям были и стелились к ее ногам. Ну хороший такой из нее Ганс Христиан Андерсон, согласны? Но вскоре и с Кириллом-то Юля рассталась. Боже, да у нее мужиков-то прям валом было. Ну кто еще может похвастаться таким количеством мужиков? Короче, кому интересно это говно, могут просто купить ее мемуары и прочитать. Там еще и про ее мужа есть, как они познакомились. И как ее нынешний муж пялился на тишки ее подруги. И именно поэтому они с Самойловой чуть было не расстались. Не книга о сопле для домохозяек. Где, как мне кажется, половина просто выдумка автора. Ну это для того сделано, чтобы показать, что Юлька наша прям немфетка такая. И что мужики прям штабелями падали к ее ногам. Что вы думаете на этот счет, хотели бы прочитать книженцу? Напишите мне в комментарии. И если вы согласны со мной, поддержите меня лайком. Короче, в этой книге Юля откровенно и эмоционально рассказывает о семье. О своей личной жизни, о таежном городе. О друзьях, о влюбленностях, о первом сексе. Как она приспосабливалась к жизни в инвалидной коляске. Как начала заниматься любимым делом пением. Ну что у нее не очень хорошо получается, согласитесь? Ну и о том, как она вообще выжила. И как иногда ей самой приходилось быть опорой для окружающих. Которые кажутся значительно сильнее ее. О том, как Юля встретила своего прекрасного мужа. Что значит для нее семейное счастье и каково это быть женой. Как она шла к своей цели и какой ценой добивалась признания своего таланта. Хм, таланта. Ну да ладно, опустим эту тему. Короче, если одним словом, книга о том, чтобы в очередной раз возвысить Юлю Самойлову. Чтобы ее все пожалели и сказали, что вау, девочка-то молодец. Несмотря на все свои недуги, она и на Евровидении-то выступает, и книги-то пишет. И откровенно обо всем рассказывает. Ну просто мессия какая-то. И что, вопреки всему, она наконец-то стала мегазвездой. Ну, вы поняли, мегазвезда, конечно, в кавычках. Пишите, что думаете, интересно ваше мнение. А я пока вкратце расскажу еще про одну тему. Соболев. Николай Соболев. К этому персонажу на Ютубе можно относиться по-разному. Кто-то его любит, кто-то ненавидит. Я, например, отношусь к этому нейтрально. Я нейтрально относился к его персоне до тех пор, пока Коля не выложил на Ютубе новость о том, что его отпиздили. В какой-то момент я прям даже посочувствовал. Но это сочувствие длилось буквально пару минут. Расскажу почему. Увидев фото в интернете якобы с разбитой мордой Соболева, я понял, расходимся, нас разводят. Соболев написал у себя вконтакте, что, мол, хотел выложить ролик, но не получилось, так как его в этот вечер отпиздили. Ну, потом, конечно, появился и ролик, где Соболев стоит вот в таких вот очках, якобы весь отпизженный и несет какую-то хуйню про это избиение. Такой, знаете, актер, актерович актеров. Ну, а все делалось для того, чтобы в очередной раз поднять свой ролик в топ. Это же неудивительно. Да и вообще многие знают, что Соболев тот еще постановщик. И что не все, что он там делает, нужно верить на 100%. Как и тут, всем напиздел про свое избиение, набрал миллионы просмотров и вуаля, доволен, наебал народ. Браво. Ему даже друзья в какой-то момент поверили, что его отпиздили. Но когда в сети появилось якобы видео с избиением Коли около студии, ну, было реально видно, что там, ну, реальная постанова. Его бьют так медленно, аккуратно, и все так неумело якобы на камеру снимают, и руки-то там не дрожат. То есть такая драка в замедленном виде. Все так четенько, гладенько. А Коля закрывает лицо руками и говорит, парни, не надо, типа там, ну, что-то этого. Типа, не надо, зачем вы? Ну, что за бабские приколы? И если бы все это произошло в действительности и в реальности, результат был бы абсолютно другой. А тут прям реальная постанова из постанов. Актеры, ребята, из вас вообще никудышные. Да и потом, как можно было так красиво фоткаться после избиения? Для тех, кто не знает, после вот такого избиения, вот такой синяк, который показал Соболев на фотографии, ну, нереально получить за 5 минут. Там такое ощущение сложилось, что его ногой прям в это место пинали, пинали, пинали таким железным ботинком. Они просто пару раз доехали кулачком, как мы увидели на видео. И то мы там не увидели ничего, потому что Коля просто закрывал лицо руками. А тут реально немного постонал и синяк на полыбальника. Да не, ну это же видно, что красиво прям нарисован грим. Я не знаю, чего добивался реально Соболев этой выходкой. Может быть, ему просмотры нужны. Может быть, в очередной раз хочет в топе оказаться. Может быть, захотел, чтобы о нем поговорили, как вот мы сейчас. Но с его стороны, это прям гнилой поступок. Выходка далеко не умного человека. Я помню, многие артисты делали пиарные избиения из себя. Но ни у кого ничего хорошего не вышло. Например, когда избили диджея Смэша в клубе, там реально были доказательства. Там были камеры, там были видео. Там реально были фотографии из больницы. А где хотя бы одна фотография у Николая из больницы? Где хотя бы фотография о том, что он поехал по бою снимать? Ничего. Но это прям как-то не поступок блогера. Потому что, как правило, когда с блогерами что-то случается, они тут же в любой ситуации могут достать свою GoPro и начать снимать, что типа, мол, народ, я еду в больницу, меня там избили. О, у меня кровище течет. А тут такой прекрасный снимок в обнимку с девушкой. Бред. Вы согласны со мной? Что думаете, постанова это или Соболева реально отпиздили? Напишите мне в комментариях. Просто к чему я это все говорю. Он допрыгается, и его реально могут отмудохать так, что мама дорогая. И тогда ему просто будет не до гламурных фотоснимков с красавицей в обнимку. На сегодня все. Ждите следующих бурных реакций и просто новостей на нашем канале. Живите в мире и позитиве. Подпишись на канал, подпишись на инстаграм, поставь лайки под этим видео. Нажми на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие ролики. Пока.